Одинцовцев в августе. Погода перестала радовать, но вспомнить о лете можно, отведав кусочек сочной ягоды, арбуз. Но главное, правильно его выбрать. Палатка на остановке общественного транспорта. Место выбрано не случайно. Пассажиру поток большой, а значит и потенциальных покупателей много. Откуда у нас арбузы? Астраханский. На этой точке остается лишь верить на слово. Сопроводительных документов нет, продавец на контакт не идет. А ведь арбуз – ягода капризная, и возле дороги успевает впитать немало химии. Лучше искать палатку подальше от шоссе и с документами. Сейчас мы будем производить исследования бахчевых культур на наличие нитратов. Лабораторные исследования. Например, органолептический метод. Кстати, покупатель, оценивая ягоду, уже ее исследует. Так можно посмотреть, целый арбуз или нет, и нет ли плесени. Но лаборанты только на этом не останавливаются. Бахчевые любят зной и воду, но также хорошо поглощают химикаты. Поэтому второй этап экспертизы – проверка на наличие нитратов. Лучше всего позволить оценить ягоду только тест в лабораторных условиях. Заключительная часть – проверка на радионуклеиды, которая позволяет выявить, на какой почве вырастили арбуз. Ведь нитраты – это и есть соль и азотные кислоты. Поэтому тут у нас сейчас химическая промышленность ушла далеко. То есть я вам даже не назову те химические удобрения, которые используют. Но здесь идет на общие нитраты. То есть здесь не будет, если это селитра или там какое-то новое. Именно нитраты, они все равно в растении их преобразуют в процессе жизнедеятельности именно в нитраты. А мы их определяем. Арбузы успешно культивируются в Китае, Турции, Бразилии, США и Узбекистане. В России ягода прекрасно растет в Краснодарском крае и на Поволжье. Но рекордсмен по выращиванию бахчевых – Астраханская область. Фермер Харис Даудов уже в четвертом поколении выращивает арбузы и никогда не изменяет сорту. Из поколенных веков этот арбуз выращивали мы. У них сорт сам Астраханский. А в чем особенность Астраханского арбуза? Он толстокорый арбуз. Это арбуз толстокорый. Это сейчас голландские сорта, которые сажают, это голландские сорта. Это наш толстокорый арбуз. Он лучше? Я всегда считаю лучше. Мы дома не кушаем тот голландский арбуз. Ты сама дома кушаешь его? Я нет. При постукивании арбуз должен издавать звонкий звук. Это говорит о пористости мякоти. Значит, ягода спелая. Но это не все хитрости. Попробуйте сжать арбуз. Чуть потрескивает – значит зрелый. А вот сухой корешок совсем не говорит о том, что арбуз спелый. Астраханка Лилия Брунцевик уверена, самый лучший арбуз – астраханский, неполивной. Самый настоящий арбуз, который не поливается. Он растет на рисовых ячейках. То есть, когда уже все высыхает, высаживают сюда семечки арбуза. Арбуз берет столько влаги, сколько ему нужно. Корни достигают до 20 метров. Ученые выяснили, в мякоти арбуза содержится много фолиевой кислоты, которая активно участвует в процессе кровотворения и сохраняет равновесие химических процессов в организме. И это не вся ценность ягоды. Врач-эндокринолог тоже родом из Астрахани. И толк в ягоде знает. 100 грамм продукта содержится 38 килокалорий. Это диетический продукт. Поэтому и содержание микроэлементов, витаминов, макро-микроэлементов, которые благодарно влияют на обменные процессы и здорового человека, и пациентов с различной патологией. А еще арбуз радует глаз и повышает настроение. Сезон продажи до поздней осени, как напоминание о том, каким было лето. Василиса Ивашкин, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.